итак друзья здравствуйте сегодня решится история по монитору наконец-то мне пришла смс и я сейчас схожу его заберу и тогда вам все расскажу потому что сначала нужно забрать убедиться что все хорошо потому что рассказывать какой-то отзыв о компании который все это делал а идем мы сейчас в топа центра там он должен быть теперь можно оставить отзыв потому что все решено уже наконец-то и так в чем была проблема у меня сдох монитор как вы помните а именно перестала работать подсветка случилось это после того как закончилась двухгодовая обычная гарантия на электронику но с монитором еще была расширенная гарантия эта гарантия была куплена в компании варанти экспресс варанти экспресс сейчас варанти эксперт вот такая варанти эксперт компании была куплена там гарантия какая-то gold я даже не знаю потому что это получилось так что я монитор покупал другой с этим монитором поменялся с товарищем неважно в этом монитора была вот эта расширенная гарантия я согласился его взять тогда получается эту гарантию покупали на катетом gold и подразумевает не ремонт а замену на новый что касается самой компании варанти эксперт нужно было сначала зарегистрировать случай потом они перезванивают и уточняют все заполнил заявку в среду до понедельника подождал мне никто не позвонил и я уже сам позвонил по телефону который там был указан у них позвонил сразу конечно же старался по-литовски пришлось перейти на русский мне все объяснили сказали что нет разницы кто покупал монитор кто его будет сдавать потому что если у вас есть все документы вы можете претендовать на гарантию зарегистрировали мой случай спросили что случилось и сказали ждите моим пришлем смс куда отвести монитор буквально в течение 10 минут мне пришла эсэмэска что монитор нужно отвести в сервис ой у меня забрали бумажку аг-сервис он находится в топо-центре в бике мы туда как раз ездили с вами ох ты блин там такой дым туарег поехал его тупо белый дым ладно завести туда я туда отвез все опять посмотрели у меня была коробка полный комплект который был я завез им не оформили дали мне бумажку сказали жди в итоге через полторы недели вроде бы через полторы недели мне приходится смска что мы решили вам заменить монитор потому что почему-то в смске было написано потому что ремонт не выгоден лучше мы вам его заменим хотя по страховке подразумевалось исключительно замена ну да ладно неважно все вроде бы хорошо написано в течение пяти рабочих дней ждите вам позвонят после этой смски мне звонят из магазина и говорят вы можете приехать забрать свой монитор уже пришел в топо-центре можете забрать я спрашиваю да хорошо отлично где находится магазин они такие магазин в клапиде находятся потому что монитор покупался в клапиде я такой я в вильнюсе не ну хорошо ждите вам перезвонит я просто чуть-чуть здесь не понял где-то какой-то менеджер видать за затупил потому что случай регистрировался в вильнюсе сдавал монитор я вильнюсе а почему-то забирать в клапиде в четверг мне позвонили сказали что клапиде ждите ждите потом опять пришла смска от страховки ждите 5 рабочих дней а вам придет смска и вот понедельник мне пришла смска можете забрать в топо-центре здесь возле гипер ими в общем я приехал без проблем пять минут оформили документы дали новый счет фактуру на монитор и два новых года гарантии теперь на него ну конечно почему-то по их счету фактуре монитор стоит дешевле чем он стоит в нет на 30 евро не знаю как так получилось но тем не менее монитор вот у меня запакован точно такой же как был привет буду распаковывать всем привет мы вышли на прогулку и хотим вам рассказать что скоро уже осень до осени там 10 дней по моему осталось и в преддверии осеннего зимнего периода мы решили обновить детский автопарк заказать уже прогулочную коляску на более тепло холодное время года и столкнулись с очень необычной такой ситуацией что цвет который мы хотели приобрести а это синий цвет 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 моря небо отсутствует в литве при том что коляска которую мы себе заприметили она литовского производства и мы писали и узнавали на пигу вообще не было такого цвета то есть только красные мы так посмотрели решили что не готовы каждый день катать коляску красного цвета на только что позвонил курьер да нам доставляют курьер курьером амнива винипак винипак окей и самое самое интересное что доставка заняла всего лишь сколько дней 2 2 дня от заказа и оплаты фактической заняла доставка что вообще удивляет и но мы чуть-чуть переплатили понятно за цвет просто потому что это была наша такая маленькая прихоть ну да 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 и получилось что-то на на 12 евро дороже чем если бы мы покупали цвет который нам не нравится здесь да так что ждем покажем и сам еще интересное что такая же ситуация у нас получилось со стульчиком для кормления мы тоже хотели бирюзовый цвет а в литве есть только серый и розовый причем серый и розовый по скидке да а бирюзовый там за 99 евро не по скидке то есть такая немного походу он популярный все дела этот свет но но мы нашли этот стульчик еще дешевле в латвии и вместе с доставкой он получился на 1 евро дешевле чем если бы мы покупали в литве по скидке такие какие-то ситуации интересные мы когда начали смотреть в эстонии и в латвии тоже очень сильно удивились что вообще так можно оказывается что возможно кто-то тоже ищет на заметку у Запарковали мы одно транспортное средство, распаковали другое, новая коляска, которую мы купили. Пока что все еще довольны, вообще классная. И идем в Акрополис. Миссия у нас очень интересная и очень нужная. А ну посмотри сюда, может кто поймет сейчас, с чем и зачем мы идем. А если нет, то и все еще смотрите. В общем мы пришли выбирать мне очки. Решил все-таки себе записать, но не определился. Их здесь выбор конечно огромный. Огромный. Вот. Есть вот такие необычные кстати. Сейчас мы что-то выберем. А блин. Итак друзья, снова всем привет. На улице как всегда тоже ничего рассказать нельзя, идешь в машину ищешь. Что мы делали? Вчера мы приехали в Акрополис, хотели заказать мне очки, но нельзя было проверить зрение. Это было плохо для нас, поэтому я записался. Ближайшая дата была на следующий день. Вот сегодня приехал, наконец-то мне посмотрели зрение. Оправу я еще вчера выбрал. В принципе все. Теперь сказали до 10 дней. Ждите, вам позвонят, скажут, когда забирать очки. Наконец-то я их поменяю, потому что мы уже сломались. Я их как настоящий инженер черной изолентой сделал. Но понимаю, что черной изолентой плохо, нужно синий. Ну, какая была. Как-то так. Готовимся, в общем, к новому учебному году. И будем смотреть, что будет у нас дальше. Ничего не известно. Как будут занятия, будут ли они вообще, что с этим карантином. Но мы будем ждать новостей и ждать очков. Так, я, конечно, уже рад, что мы их заказали. Но я еще буду очень рад, когда они придут. Субтитры сделал DimaTorzok